Добрый вечер, уважаемые друзья! Додепа! Что? Додепа! И она понимает, что перед ней самый настоящий француз. Мозги заработали, как китайская таможня. Она представила, что выйдет за него замуж в Мурмартр, Елисейские поля, Эфелева башня. Она, естественно, обращается к нему на чисто французском, учила французский в школе, поэтому на чисто французском. «Додепа!» Я спрашиваю, «Додепа!» В смысле? Шо в смысле? Трамвай в депо идет! Иван Саревич обходит окрестности озера, смотрит лягушка. «Додепа!» 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 Вдруг она ему молвит человеческим голосом, «Иванушка, возьми меня на руки!» «Ха!» «Ха!» И опять в лягушку превратилась. «А удобная штукенция!» «Дед, документы давай, права просит!» «Пожалуйста!» «Нарушаете там знак был, бабушка!» «А?» «Дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай!» «Я прослежу!» «В Саратов едете?» «Да!» «Сами из Саратова?» «Да!» «Вы знаете, самое интересное, что в Саратове у меня был самый ужасный секс в моей жизни!» «Бабушка!» «Ай!» «Дед!» «Кажется, он тебя знает!» «Грабитель забегает в банк!» «Лежать не смотреть!» «Все рухнули, закрыли глаза!» «Охранник попытался безоружить негодяя!» «Самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску!» «Это тут же пристрелил охранника, надел маску!» «Кто еще видел мое лицо?» «Кто еще увидел мое лицо?» «В дальней мангу лежит мужик и говорит, «Моя теща, но она сейчас дома!» «Три иностранца заходят в офис серьезного предприятия, серьезного завода, серьезному директору на предмет подписания долгозрочного контракта на поставку унитазов. Он их встречает, решает блеснуть английским. «Хай!» «Найс то миди ю!» «Сей даун, плиз!» «Джаст и миди!» «И беседую с секретаршей по громкой связи. «Надюженька, мне, пожалуйста, рюмочку-конечку, а этим трем козлам чай!» «Один говорит, двум козлам, я переводчик!» «Мужчина, отец семейства, возвращается домой с работы, уставший, замученный, заходит к себе в дом, трое деток сидит откушает. «Здравствуй, папа!» «Здравствуйте, дети!» «Сел на табуретку, уставший, жена стынула сапоги, бегает, готовит ему борщ, шевелит тазобедренным суставом, глазками так постреливает, а у него проснулось желание». «Так бывает». «Он ей намекает...» «Они переместились в спальню. Спальня условная, там одни шторки. И у них произошла любовь, такая несусветная, плинтус отклеился, стекло треснуло, звездка посыпалась на голову. И самый маленький мальчик заглядывает в шторку. «Папа, мама, я извиняюсь, но вы пока одного сделайте, троих поубиваете!» «Спасибо!»